Привет, мои дорогие! Это Ирина Воскресенская. Сегодня с вами готовим монастырский пирог. Пост уже заканчивается. Скоро начнется последняя неделя. Она самая строгая. Поститься на ней, по возможности, надо без масла. И сегодня я приготовлю очень вкусный монастырский такой пирог, где нет масла. Но получается он очень вкусный и нежный. Для его приготовления нам понадобится кипяток. У меня только-только скипел чайник. Здесь у меня 2 чайных ложки растворимого кофе. Размешаем. Для наполнения будем использовать орехи. У меня здесь грецкие орехи. Я сейчас их порублю. И я буду использовать еще изюм. Вот у меня здесь изюм. Но в принципе, можно, что у вас будет дома, то используйте, что вы любите. Можно делать с чернозливом. Очень вкусно получается. С сухой ягодой, например, с клюквой. Я думаю, что и с мороженой ягодой, например, чернозморозиной получится тоже очень вкусно. Ну, я буду делать классический, так как мне его дали. Вот там именно грецкие орехи и изюм. Орехи порубила. Вроде все я подготовила. Берем сахар. Щепотку соли. Две столовых ложки меда. Здесь у меня сода. Выливаем кофе. И перемешаем. Теперь будем добавлять муку. Сразу всю ее добавлять не будем. Так как ее может понадобиться немножко меньше. Все будет зависеть от самой муки. Сначала лопаточкой будем перемешивать. Потом лучше уже венчиком, чтобы комочков не было. Вся мука так у меня и уйдет. Немного муки надо оставить. И сюда добавим орехи и изюм. Теперь перемешаем с мукой. Духовку я уже поставила разогреваться. Давайте возьмем венчик уже. Тесто получается достаточно жидкое. Так и должно быть. Отправляем орехи и изюм. Остатки муки тоже отправляем. Сейчас в последний раз вымешиваем. И отправляем уже в форму. И ставим выпекаться. Берем форму. Если у вас форма есть для кекса замечательная, у меня нет. Я взяла форму 26 см. Поставила стакан в середину. Смазала стенки и стакан. Немножечко слегка растительным маслом. Ну и теперь надо вылить тесто. Немножечко вот так лопаточкой разровняем. Всё у нас готово. Отправляем пирог выпекаться в хорошо разогретую духовку. 180 градусов. Около 50 минут. Может быть и больше. Проверяем стандартно. Втыкаем палочку. Она должна выходить сухая. Пирог у меня готов. Вот такой он получился. Выпекался он у меня всего 35 минут. Всего скорее время выпекания зависит также от диаметра. У меня достаточно большой диаметр 26 см. Ну и конечно от самой духовки. Как она у вас выпекает. Даем остыть нашему пирожку. Потом посмотрим и разрежем его, что у нас получилось внутри. Ну вот я его достала уже из формы. Такой вот он у нас получился. Пирог не очень высокий получился. Но это из-за того, что у меня большая форма 26 см. Поэтому он у меня и выпекался всего 35 минут. Значит форму, если хотите, чтобы он был повыше, то берите форму 20-22 см. И тогда он будет выпекаться у вас 40-50 минут. Побольше. Тут уже сами смотрите. Вот такой кофейный пирог мы с вами сегодня приготовили. Очень ароматный, нежный и без грамма масла. Готовьте с удовольствием. Приятного всем аппетита. Подписывайтесь на канал. Пишите комментарии. Ставьте лайки. С вами была Арина Воскресенская. До новых видео. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok